Бабье лето закончилось. В последние дни погода в Ульяновской области совсем не радует. Снег, дождь, промозглый ветер. Люди разделились на два лагеря. Те, кто не любит холода, и те, кто с нетерпением ждет зиму. Мы решили спросить у самих горожан, ждут ли они зиму. Люблю зиму немного. Ну, как обычно, готовлюсь, покупаю вещи теплые. Готовитесь к зиме? Зиму вообще любите? Да, конечно. Как готовитесь? Покупаем вещи. Я осенний человек, я люблю очень усить. Вот такую глотую. Всю жизнь живем, и что мы не знаем, как готовиться. Купил пальтишко потеплей, подел маску, перчатки, сходил в магазин и сиди дома. Самоизоляция. Поняли, как готовится. Специально не готовлюсь. Все зависит от того, где вы живете. Я в деревне живу. Нам, где мне надо дров запасти. Ну, а в городе вся надежда на трубу. Я очень люблю зиму, но как-то не готова в этом году. То ли осень нас так расслабила. Всего хорошего. Зима – это прекрасное время года. Я сам из Сибири и туда-обратно направляюсь. Приезжайте к нам. Зиму я люблю. Как мы к ней готовимся, ну, там, витамины какие-нибудь пьем, закаляемся. Говорят, что очень полезен контрастный душ. Вот. А почему вы любите зиму? Зимой очень здесь красиво. Это… Я не знаю, как это передать. Вот понимаете, вот вы идете по улице, а здесь такой вот прям ковер белоснежный. Особенно, если вечером тут разные фонарики светятся, он переливается. Он не просто белый, он прям разными цветами отблескивает. Ну, очень красиво на самом деле. Утеплиться, чтобы было тепло, тепло, тепло. А почему вы любите зиму? Что в ней такого? А у меня день рождения зимой. Ну, я зиму, конечно, не очень-то. Я и сам южанин, поэтому зиму переношу как бы немножко тяжеловато. Ну, отношусь с ней немножко предвзято к зиме. Ну, а что поделаешь, природа берет свое. И куда не денешься. Я зиму обожаю, потому что зима – это лыжи для меня прежде всего. Как подготовиться, наверное, все мы должны пить витаминки и вести здоровый образ жизни. Это главное. Зиму люблю, когда нет больших метелей, а есть хороший снегопад. А готовиться к зиме, в принципе, уже приготовились. То есть одежду вынули, вот перчатки достали. Поэтому пускай наступает. Потому что листопад, который занимает много физического труда, я работаю в обзывательном учреждении и приходится убирать эту листву. Сегодня убрал, завтра опять налетело. Поэтому пускай скорее придет зима. Зима, как бы она холодной не была, она все равно греет по своему душу. Поэтому ждем зиму. Улправда присоединяется к большинству советов. Ешьте витамины, закаляйтесь, занимайтесь спортом. И тогда зима для вас станет счастливым временем.